Приветствую всех дорогие друзья. В этом ролике собраны самые интересные новости железа и игр, поэтому досмотрите его до конца, чтобы быть в курсе происходящего. И с вашего позволения я хочу начать с нового поколения Nvidia и памяти. По свежим данным Nvidia уже приступила к тестированию чипа AD102 для будущих флагманов линейки Ada Lovelace. Сам инсайдер говорит, что теперь мы точно можем назвать топовую видеокарту RTX 4090, хотя раньше были сомнения на этот счёт. Будущая RTX 4090 должна получить память с частотой 24 ГГц, а значит речь точно идёт про GDDR6X. Хотя таких частот мы пока ещё не видели, но к выходу Ada Lovelace они точно должны появиться. Напомню, что RTX 4090 должна получить 18 432 ядра CUDA, 24 ГГц памяти, 384-разрядную шину и TTP около 600 Вт. Недавно же представленная RTX 3090 Ti получила память GDDR6X на 21 ГГц и оказывается её ещё можно разогнать. Специалисты Твиктаун сумели разогнать память новинки до 1538 МГц, что соответствует эффективной частоте 24,6 ГГц. Такой разгон обеспечивает карте пропускную способность под системы памяти в 1181 Гбайт в секунду. И также он позволил добиться показателя в 134 МГхэша при добыче эфира, что примерно на 25% выше чем у обычной 3090 Ti. Такой результат весьма впечатляет, но нам к сожалению не рассказали про температуру памяти на такой частоте, да и тест был только в майнинге. В распоряжении портала видеокардс оказалась информация о готовящейся к выпуску видеокарте RX6650XT в исполнении Hellcount от компании PowerColor. По сути в обновлённой версии используются чуть более скоростные графические процессоры Navi 23 и видеопамять GDDR6. Как и предшественник новинка предлагает поддержку двойного BIOS с тихим и производительным режимом работы. В первом режиме чип работает в диапазоне от 2310 до 2635 МГц, что называют в AMD игровой частотой и частотой буста. Для сравнения процессор RX 6600 XT имеет 2359 и 2589 МГц соответственно. В режиме же разгона графический процессор новой карты работает с частотами 2486 и 2689 МГц, а у оригинальной модели это 2382 и 2593 МГц. Иными словами разница составляет 4,4 % в тихом режиме и 3,7 % в OC режиме в пользу нового ускорителя. Видеопамять RX 6600 XT работает на скорости 17,5 Гбит в секунду вместо оригинальных 16, хотя раньше говорилось про 18. Благодаря этому ее пропускная способность повысилась с 256 до 280 Гбайт в секунду. Еще в системных требованиях производитель рекомендует использовать для карты блок на 600 Вт, а у 6600 XT было 500 Вт. И кстати, по свежим данным, некоторые видеокарты RX 6000 начнут уходить на покой. То есть обновленные RX 6950 XT, 6750 XT и 6600 XT полностью заменят текущие модели. Если это действительно так, то важно понимать, что обычные модели со временем пропадут, а новинки из серии 6050 XT будут слегка дороже оригиналов. Компания AMD готовится в этом году выпустить настольные процессоры Ryzen 7000, которые будут сильно отличаться от предшественников. Согласно свежим данным, AMD может представить новое поколение CPU на выставке Computex 2022, которая стартует 24 мая. Правда, анонс, вероятно, будет формальным, так что все характеристик и цен ждать точно не стоит. При этом запуск новых процессоров все равно может состояться где-то в середине третьего квартала, то есть еще летом. Причем подобные слухи мы уже слышали раньше, а значит AMD действительно не будет затягивать с новым поколением процессоров. AMD представила серию процессоров на архитектуре Zen 3 Plus под названием Ryzen 6000 Pro. Они предложат до 8 ядер из 16 потоков и тактовую частоту до 4 и 9 ГГц. Данные камни будут использоваться для ноутбуков бизнес-класса и для профессиональных ноутбуков, где обычно используются процессоры из серии Pro. Новинки делятся на серию H до 45 Вт и на серию U до 30 Вт. И кроме того, AMD запускает новую серию процессоров Ryzen Pro 5075U, основанную на более старой 7-нанометровой архитектуре Zen 3 с графикой Vega. В то время как многие страны и компании пытаются увеличить производство полупроводников, в Китае бушует корона. По данным Bloomberg, китайское производство сократилось впервые с начала 2019 года из-за падения спроса со стороны местных клиентов и санитарных ограничений. В первом квартале этого года, по данным Национального бюро статистики КНР, выпуск интегральных микросхем уменьшился на 4,2 %. Важно отметить, что это самое значимое падение производства с первого квартала 2019 года, когда выпуск упал сразу на 8,7 %. Ключевыми территориями, на которых выпускаются в Китае полупроводники, является ряд локаций, включая Шанхай, в котором с 5 апреля объявлен месячный локдаун. Ограничения привели к полной или частичной остановке работы ряда предприятий, включая SMIC и Huahong Semiconductor. Плюс ко всему в Китае нарушены цепочки поставок и упал спрос как на потребительскую электронику, так и на автомобили. По данным M-Video Eldorado, в первом квартале этого года в России взлетели продажи ноутбуков. Всего было реализовано 950 000 мобильных компьютеров, что на 28 % больше, чем годом ранее. В M-Video Eldorado рост продаж составил 35 %. При этом китайские компании вроде Lenovo, Honor и Huawei показали прирост более чем на 50 %. Таких ноутбуков было продано 285 000 единиц, а их доля выросла с 26 до 30 %. Лидируют на рынке по-прежнему тайваньские бренды, включая Acer и Asus, но их доля упала с 46 до 38 %. А в пятерку самых продаваемых ноутбуков вошли три модели Honor Magic Book, Huawei MateBook D14 и MacBook Air M1. Компания Aya Neo решила выпустить еще одну портативную консоль, хотя совсем недавно вывела на рынок модель Next Pro. Фишка тут в том, что новинка будет самой легкой и портативной консолью на основе Windows. Точные габариты к сожалению не указаны, но в любом случае можно сказать, что устройство выйдет в противовес Steam Deck'у, которая очень габаритная. Собственно на черновом изображении можно увидеть насколько детища Valve будет крупнее грядущей приставки. Кроме того новинка Aya Neo будет оснащена экраном OLED, что также можно рассматривать как плюс. Но каких то других подробностей пока просто нет, собственно как и данных о платформе. Сама компания говорила, что Ryzen 6000 сможет получить только к концу года, а значит новая консоль скорее всего будет использовать Ryzen 5000 или Alder Lake. Ну а еще больше новостей вы можете найти в моем телеграмм канале. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем кто поддерживает ролики лайком и копеечкой. До скорых встреч, друзья.